Подмышки. Пигментация на подмышках. Вот что у меня крупное. Пигментация. Во-первых, это может быть от того, что смуглая девушка и от типа кожи может такое быть. Дальше. Болезни можно, я думаю, исключить. Это еще может быть гормональный спресс, потому что женщина кормит ребенка после родов, как бы не так далеко. Какой-то еще может быть эффект пигментации. Сегодня мы удалим волоски и сделаем процедуру с ошокислотами для того, чтобы попробовать осветить немножко подмышки. Первый этап вообще это нужно поскрабить нам. Но можно чередовать скраб с ошокислотами. Это фруктовые кислоты. Если мы фруктовыми кислотами не пользуемся, то значит пользуемся скрабом. Через день, через два будем смотреть за динамикой, как у нас тут все будет. В данный момент у нас вот так. Сейчас мы обработаем кожу лосьоном. Передепиляция убирает вкус, жир, грыз, дезодорант подмышками убирает. Если на лице, то убирает макияж. Хорошенько все утираем. Брызгаем для того, чтобы в кожу хорошо все проникло этот состав. Хорошенько. После протирания мы обязательно подсушиваем кожу с сухой салфеточкой. На мокрую кожу тальк не накладывается. Следом мы побрызгаем ошокислоты. Здесь 4 кислоты содержатся. И оставим на несколько секунд. Ошокислоты растворяют в мертвевшей клетке кожи. Нормально все? Кислоты нам нужны для того, чтобы убрать эти подмышки. Сейчас мы обработаем. Дело в том, что после депиляции нам нельзя будет брызгать. Потому что поры открытые и туда лучше не нужно ничего. Поэтому мы сейчас еще разок попробуем. Где именно щипет? Внизу? Вот тут у тебя попеломки. Где именно щипет? Пробуем кверху. Вот здесь где-то. А почему? Так, сейчас я пальчиками, просто пальцы перчатки у меня. Просто распределю. Нормально все? Ага. Сейчас мы немножко оставим. Мы посмотрим. Попробуем чередовать процедуру эту. Прям секундочку надо. Ну, у меня, у клиента, когда я начала брызгать, стали мы делать раз в неделю. У него уменьшилось количество прыщей. Вообще, очень хорошо для лица. Тоже действует. Убирает глубоко все морщинки. Хотела сказать, убирает все роговешие клетки кожи. Так, все. Теперь следом просыпаем тальком. Тальк нужен для сцепления сахара с волосом. Тальк защищает от перегрева кожу и травмирует ее. Так. Так. И поеханы дальше. Пастой работать будем плотной. Процедуру мы делаем второй раз и волоски вот таким образом растут не обильно, нормально вполне. Убираем лишний тальк. Убираем лишний тальк, смотрим направление волос. Волоски растут сюда. Медленно-медленно. Паста подтаялась под пальчиками сама и катимся вместе с пастой. Медленно и плавно наносим пасту. Меламином сильно окрашены волосы, черные точки, вот они. Волос черный. Естественно, что в коже тоже много меламина. Как там на камере включается же фонарик? Тихонько. Тихонько. Здесь находятся папилломки очень аккуратно между ними. частенько все. Подмышка же не сильно больна тебе. Также бикини будет не сильно больна. Первый раз мы будем делать по чуть-чуть, тоненькими полосочками с отдыхом. Волоски вот они все остаются. Белая это луковица. Фокус, фокус давай. Луковица толстая, жирная. И на конце черная точка меламина. Это меламина, это окрашивающее вещество. То, что красят наши волоски. Прям такой хороший волосок у меня попался крупным планом. Вот таким образом он растет. И вот где находится луковица, все, что выходит на поверхности пасты, это вот такая длина и есть под кожей. Растет волосок так глубоко. 5-7 миллиметров. 4-7 миллиметров. Всех по-разному. Так, теперь здесь немножко сверху начнем. Волоски могут тянуться за пастой, поэтому накладываем медленно. Не давим сильно на пасту, просто проходим все сверху. Приподнимаем и опять натяжение кожи. Не торопимся, паста должна потаять. Так как паста плотная, она быстро не растает. Поэтому надо ждать. Температура пасты холоднее, чем температура воздуха. А руки горячее, чем температура воздуха. Тело клиента и тело рук мастера между собой расправляет пасту. Волоски все здесь. Все они выходят. И выходят все с луковицей. Не обломанных волос нет. Только все то, что доктор прописал. Так, хорошо. Немножечко еще здесь складочки. С каждым разом волосков будет меньше. Не каждую процедуру, а постепенно они будут тоньше и светлей. Пастой мы тоже делаем своеобразный скраб. Так, не вижу, потому что кровь носила. Поэтому кожа тоже очищается, паста дополнительно. Но перепилинга никакого нет. Все нормально абсолютно. Мелено, потихонечку. Так, периодически можно подсыпать тарик. Чуть-чуть. Чтобы защитить кожу от перегрева. И от влаги убрать влагу лишнюю. Условно уже самую главную часть волос убрали. Главное уже почти все убрали. Теперь проходимся. Смотрим, какие волоски где остались. Раздвигаем. Разглядываем все. Ого, чай. Так, хорошо. Давай, давай, Ким. Опа! Где шарик? Ищи шарик. Чуть-чуть вот так. Сейчас. Закончу чуть-чуть. Закончу чуть-чуть. Смотрим на просвет. Ой, что там такое? Что там такое маме делает? Тебе сделают тоже так. Тебе сделают тоже так. Мама, тебе повыше. Я боюсь его. Все, моя хорошая. Все. Угу. Так, сейчас мы здесь обработаем. Что там такое, тетя? Обработаем лосьоном после депиляции. Лосьон убирает липкость. Увлажняет кожу. Убирает покраснение, раздражение. Сейчас, сушу, давайте. Давай, тебе помажем на лбу. Вот так. Так. Потираем. Осыщает кожу витамином для красоты и здоровья кожи. Кстати, витамин С он тоже немножко отбеливает. Будем надеяться, что у нас будет медленно, подъедно хотя бы немножечко плить. Посушим слегка кожу и в конце опять притальковываем. Тальком мы обязательно должны прикрыть поры для того, чтобы в кожу не попала инфекция. В течение суток поры открыты, мы не мажемся дезодорантом, мы не ходим в тренажерный зал, не посещаем открытые бассейны и прочее. Можно мыть чистой водичкой, больше ничего делать не надо. Тальк тоже имеет слегка отбеливающий фиг, поэтому всё вместе будет хорошо. Посмотрим, насколько крупнее сейчас, как мы сделали процедуру. подмышечная впадина. Мне кажется, что эта подмышка темнее, подмышечная впадина. почему мне так кажется, не знаю, мне одной так кажется или на самом деле она темнее. Близко, когда вроде не так, а вот издалека будет отличаться сильно. Ладно, попробуем здесь теперь сделать процедуру. перед тепляцией. Сейчас Саша кислотами побрызгаем. Если будет щипать, сразу скажи, где. Они тут вполне в своей пропорции. Они не могут быть сильно много. подмышкой не щипят, да, уже. А там видимо что-то, может, натерло где-то, может, где-то что-то. И еще мы брызнем и оставим на несколько секунд. Теперь мы все это протираем. Буквально секунд на 15. Так, хорошо подсушивает кожу, не забивая поры. Так, продолжаем работать этой же пастой. Так, смотрим, как растут у нас волоски. Так, хорошо, все понятно. Слышно. Все нормально? Угу. Угу. Ну да, без фонарика уже все лишнее. Ну ладно, вот, на кожу посмотрим сейчас. А какие толстые луковицы! Ой, жирнячки прям. Сразу видно, что они ещё не удалялись, либо мало совсем. Они прям толстые-толстые. А меламин прям аж... Краску надо для волос него делать. Такой прям чёрный-чёрный. Хорошо. Это наша вторая процедура. Ой, моя дорогая. Тебя там... Я нанесла, не заметила. Обычно уже все клиенты, знаешь, когда поликаешь, у кого чё, где... Не сильно от тебя... Я тебя нанесла. Заметила папилонку и нанесла... Нет, я её рядом нанесла, а получается, что паста дёрнула её тоже. Чего ж она не отрывается? Чуть не оторвала тебе. Ладно, потихонечку. У нас немножко не хватает света, но мы сейчас всё посмотрим. Сейчас сначала берём. Все волоски вытираются с корнем. Настраивайся давай нормально. Чё начинаешь? Вот. 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 Вся вот эта вот глубина, которую торчит над пастой, это всё находится под кожей. Возможно, болевой эффект может быть больший за счёт того, что волосок длинный и его удалить более... Не то, чтобы сложнее, но... Возможно, немножко болезненно. Но долгий путь приходится проходить, чтобы удалиться. Протянули пасту, приподняли вверх, образовался волосок. И легко можно следом опять. Не тянем сразу, не успели натянуть и сразу сюда. Естественно, она будет тянуть и кожу, и больнее может быть. Резко. Срываем резко. Немножко неудобно натравить здесь на чуть-чуть. И кожа здесь немножко шероховатая. За счёт того, что она шероховата, она очень гладкая. Здесь очень неудобно работать с бритвой. Потому что можно повредить весь верхний слой. Тут и папилломки есть, и тут волосок, видела. Поэтому немного проблематично для бритвы. Поэтому шугарин должен быть идеально. у тебя копыльку соединист. Сейчас, может, чуть осталось капельку свистим. Ну, вроде бы всё. Не вижу. Продолжение следует... Продолжение следует...